Здравствуйте, Эльмира! Эльмира, если я правильно понимаю, ваш проект – это некое продолжение проекта Рамиля Хроматульна? Совершенно верно, проект Рамиля Хроматульна является начальником моих исследований, и на примере его проекта я уже начала свои исследования и создала свой продукт – это орган-специфический регенерант GI, который планируем очень успешно применять в различных областях медицины. Сегодня то, что мы сейчас имеем здесь на столе – это самый последний вариант? Да, это пока что, не сказала бы, что последний, но это опытный образец нашей продукции, который непосредственно проходит доклинические исследования в настоящий момент. Как вы продвигали продукт? Хотелось бы сказать, что участвовали во многих конкурсах, во многих программах. Это и Заварыкинская премия, где мы стали полуфиналистами, наши проекты. Это и программа «Система Саров», которая проходила в Нижнем Новом городе, где мы являемся финалистами. Это и программа «Старт», то есть фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере. По программе «Старт» нам выделен грант в размере 800 тысяч рублей, который мы уже используем для НИОКР, в различных исследованиях. Каким образом вы его получаете и на что используете конкретно? Программа «Грант» рассчитана на один год, то есть в течение одного года мы будем получать финансирование, которое и свои разработки мы будем покрывать как раз-таки этим финансированием, этим грантом. В данный момент мы уже используем активно деньги, полученные в программе «Грант» для покупки нового современного качественного оборудования и для проведения ряда исследовательских работ. У вас продукт еще не вышел на широкий рынок. Что нужно для этого? Какие этапы пройти? И может быть, все-таки сколько времени? Ну, так предположительно. Точное время я сказать не могу, но хотелось бы сказать, что долго ждать не заставим. На данный момент уже есть опытный образец продукции, то есть он вот перед вами. К нами проводится сейчас доклиническое исследование, получены очень хорошие результаты, которые говорят об высокой эффективности нашего препарата. И осталось провести клиническое исследование и провести неокор по созданию технологического регламента производства нашего продукта, более широкого, масштабного. Также хотелось бы сказать, что у нас есть соглашение, договор с ведущей компанией «Конкорд» дистрибьютором на рынке медицинских материалов. И они ждут от нас уже продукции готовой, то есть готовы продвигать нас и наш продукт на рынке медицинском. Поэтому, в принципе, осталось сделать не так много. Самую тяжелую часть неокор по созданию опытного образца мы уже завершили. Мы завершили очень удачно. И я думаю, что в течение двух лет мы все остальные этапы сможем пройти. Вы принимали участие в каких-то форумах, в том же самом российском инновационном форуме? Пытались как найти инвесторов? Да, конечно. Я активно принимаю участие в различных программах, форумах. Это и форум «Россия вперед», который проводился в 2010 году, на котором были проведены итоги Зварыкинской премии. Там нашла очень много заинтересованных людей, заинтересованных компаний, которые готовы нас поддержать, но поддержать на этапе коммерциализации уже. Потому что неокор по созданию опытного образца – это довольно-таки очень тяжелая часть. И мы ее покрываем за счет грантовских денег, за счет программы «Старт». В этом плане она нам очень помогает. Вы были полуфиналистом Зварыкинского проекта. К сожалению… Нет, ну это, конечно, уже достижение, да? Да. Так как я первый год только участвовала, я еще молодой ученый, у меня нет такого опыта за плечами. И в этом году я, надеюсь, конечно, выбиться уже в финалист из Зварыкинской премии. Но я думаю, что не хватило доработки материала, потому что он еще был немножко сыроват на тот момент. Но в данном году уже многое сделано, и мы уже готовы представить в Зварыкинской премии 2011 года уже готовый продукт. А когда вы поняли, что не хватает доработки, вам кто-то там подсказал? Какие-то эксперты или это вот просто дело времени, дело опыта? Это и дело времени, и дело опыта. И, безусловно, эксперты очень много подсказали. Вообще Зварыкинская премия мне дала очень-очень большой опыт, и эксперты дали много советов именно вот в каком потоке надо работать, то есть в каком русле всю работу нужно вести. И благодаря им я вот правильно выстроила всю работу и вот пришла к таким результатам. Очень хорошим. Ну вот сейчас вот вы говорите об этапах, да, выхода на широкий рынок, становления. И везде конкурсы, форумы, проекты и так далее. А если не брать во внимание все эти конкурсы и форумы, каким образом вообще можно продвинуть проект с нуля? По моему мнению, это очень тяжело, потому что необходимо, чтобы тебя заметили, чтобы тебя увидели. Нужно участвовать активно в различных программах, нужно показывать свой проект, представлять его, презентовать, рассказывать о нем. Тогда только тебя услышат. Если ты будешь сидеть у себя в лаборатории, проводить работы, но ничего более, никаким образом не пиарить свой проект, то, я думаю, будет очень тяжело найти инвесторов, потому что, как правило, инвесторы сами бегать за учеными не будут. Это ученые должны бегать за инвесторами, потому что в первую очередь ученые заинтересованы в том, чтобы свой проект реализовать. На международный уровень не пробовали выходить? Пока что нет. Я думаю, что мы для этого слишком молоды. Но в будущем, безусловно, мы будем выходить уже на международный рынок. Для начала, конечно, надо покрыть рынок российский. Но вообще ваша продукция, она востребована была бы? Она бы имела какой-то, я не знаю, интерес у международных инвесторов? Я думаю, что да. Рынок очень большой, широкий, и поэтому в какой-то области медицины, я думаю, нами бы точно заинтересовались. Наверное, вы должны быть благодарны отчасти проекту Ромели Рахматулина, да? Или вот по тем этапам становления проекта, у вас те же самые этапы? То есть вы так же идете? Да. Мы, я как уже говорила, Ромель Рахматулина является примером его проекта. И вот на примере его проекта я свой проект по тем же ступеням продвигаю. То есть по тому же инновационному лифту мы идем все выше и выше. Сейчас вы занимаетесь на данном этапе вообще своей деятельности, жизни, только ли этим проектом? Нет, у нас очень много разработок различных в других областях медицины. Я бы не хотела сейчас их раскрывать. Но чем-то удивите? Да, безусловно. То есть мы не работаем только в одном направлении. Так как наша компания Лиа Матрикс, она как бы позиционирует себя как генератор инновационных идей. И мы генерируем вот эти идеи, мы занимаемся разработками различных материалов. Но самое успешное, это безусловно, вот он перед вами. Буквально там через 2-3 года мы можем видеть совершенно другой препарат здесь, внешний? Я думаю, что мы еще будем работать над внешним видом препарата. Но форма выпуска изделия, вот леофинизированная, как вы видите сейчас в виде порошка, это наиболее удачная форма выпуска, потому что она позволяет хранить препарат довольно-таки долго, до 5 лет. Ну и использовать его таким образом удобнее потребителям. Но внешний вид может измениться. То есть флакончики могут измениться на диспенсеры, более совершенственные современные методы несения препарата. Ну и упаковочка, соответственно, тоже дизайн свой, я думаю, поменяет. У вас много разработок, у вас много идей. Почему вы ставите все-таки какую-то жирную такую точку, возможно, в перспективе именно на этот препарат? Я не знаю, он мне более симпатичен, я так думаю. Просто он мне близок. Женский ответ. Он мне близок по душе. Это мое детище, я им занимаюсь вот с самого начала. Все этапы я сама лично проходила, курировала. И мне приятно его представлять. Все остальные проекты, они еще немножко сыроваты. Поэтому я к ним не совсем серьезно на данный момент отношусь. Хотя я думаю, что в дальнейшем, через год, помимо этого продукта, будет еще несколько продуктов на столе стоять, которые я смогу уже показать и о котором я смогу рассказать. Я надеюсь, мы на эту тему тоже еще пообщаемся. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok